Улица Жуковского, частный сектор, 11 утра. Рабочий день у сотрудников спецавтопредприятия в самом разгаре. Жителям домов выдают специальные контейнеры, каждому по два. Коричневый служит для вторичных ресурсов – пластика, стекла, бумаги и картона. Красный предназначен для сбора твердых коммунальных отходов. Для мусора предусмотрены не только разные контейнеры, но и машины. Борьба и за экологию, и за эстетику. Чтобы было культурно, все красиво. Конечно, когда едешь и видишь наши контейнера, то радуется глаз, что вот именно очень культурно все нету. Собаки не разбрасывают. Это очень основное, потому что когда выставляется просто в пакетах или в бачках, то, естественно, это все потом, все на земле и некрасиво. С этого момента путь отходов только начинается. Дальше ему предстоит быть отсортированным на специальном участке вручную. За этим следует жесткий отбор, по итогам которого по ленте пройдут только пэт-бутылки, пасмассовые канистры, флаконы, макулатура и многое другое. Так называемая вторичка. Существует график такой два через два. Два дня убирается Ленинский район города, два дня Первомайский район, и все сводится сюда. Потом это все отсортируется, запрессуется и отводится переработчикам. Второй значимой функцией предприятия считается пункт временного содержания животных. Здесь кратковременно пристанище находят как собаки, так и кошки. Первым делом бродяги осматриваются ветврачами. Далее расселяются по вольерам. Небезызвестная многим эвтаназия применяется здесь только к тем, кому даже врачебное вмешательство не поможет. Для остальных бездомных открывает двери приют Добродетель. Да и многие жители города не остаются безучастными. Что касается еды, то четвероногие едят от пуза. Для кормления животных собак мы покупаем крупу ячневую, а также мясные полуфабрикаты. У нас есть два рабочих по уходу за животными, которые каждое утро приготавливают кашу. На каждое животное есть своя норма по весу, и поэтому животные как бы голодные не остаются. Кошек покупаем специализированный сухой корм. Организация, к слову, предоставляет и услуги аренды. В весенне-летний сезон для проведения массовых мероприятий акционерное общество предлагает биотуалеты. Для торговых организаций фирма круглогодично поставляет и контейнеры. Каждую неделю по 2-3 клиента то ли покупают контейнеры, то ли берут их в аренду. Такая же ситуация и по биотуалетам. Бывает и строительная организация, которая выводит объекты. Они тоже пользуются нашими услугами. 235 – не случайная цифра. Это число сотрудников спецавтопредприятия. Заниматься обслуживанием целого города в режиме 24 на 7 для них не в новинку. Ведь если хоть на один день остановить работу, то Бобруйск буквально утонет в мусоре. Заслуги специалистов, к слову, оценили и на самом высоком уровне. Соревнования по итогам социально-экономического развития спецавтопредприятия в списке лидеров 2020. Девиз организации «Чистый город». Хочу поздравить коллег не только Бобруйской и Могилевской области с предстоящим праздником, Днем жилищно-коммунального хозяйства. Пожелать их успеха в нашем нелегком труде. Ну и, конечно, здоровья, здоровья, еще раз здоровья в этот непростой период. Со времен появления жилищно-коммунальных и бытовых служб нельзя переоценить их роль для жизни человечества. Ведь именно благодаря коммунальщикам благоухают улицы, проводятся плановые проекты по благоустройству и озеленению районов. Все это, несмотря на время года и красные дни календаря. Между тем, красота города в руках каждого жителя. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Виктория Полевко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.